Здравствуйте, четвероклассники! С вами Ольга Николаевна. Рада новой встрече с вами на своем канале. Сегодня мы решим несколько составных задач на движение. Поезд проехал расстояние между городами за 6 часов, двигаясь со скоростью 90 км в час. За какое время пройдет это расстояние электричка, если будет двигаться со скоростью 60 км в час? Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу. Скорость первого автомобиля 80 км в час. Скорость второго автомобиля 90 км в час. Через два часа они встретились. Какое расстояние было между ними сначала? Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу. Скорость первого автомобиля 80 км в час. Скорость второго 90 км в час. Через два часа они встретились. Какое расстояние было между ними сначала? От двух пристаней, расстояние между которыми 100 км, одновременно вышли навстречу друг другу два теплохода. Через два часа они встретились. С какой скоростью шел первый теплоход, если скорость второго 30 км в час? Надеюсь, вы успели решить три задачи. Которые мы сейчас проверим. 9 часов 340 км 20 км в час. Надеюсь, у вас все правильно. Продолжаем работу. Самолет пролетел за два часа 960 км. А скорый поезд за это же время прошел 240 км. Во сколько раз скорость поезда меньше скорости самолета? Самолет пролетел за два часа 960 км. А скорый поезд за это же время прошел 240 км. Во сколько раз скорость поезда меньше скорости самолета? Грузовик с прицепом проехал до города 360 км со скоростью 40 км в час. Обратно грузовик ехал без прицепа со скоростью 60 км в час. Насколько быстрее грузовик вернулся обратно? Грузовик с прицепом проехал до города 360 км со скоростью 40 км в час. Обратно грузовик ехал без прицепа со скоростью 60 км в час. Насколько быстрее грузовик вернулся обратно? Мотоциклист за 4 часа проехал 160 км. Какое расстояние он проедет за это же время, если увеличит свою скорость на 8 км в час? Мотоциклист за 4 часа проехал 160 км. Какое расстояние он проедет за это же время, если увеличит свою скорость на 8 км в час? Вы выполнили все задания, которые я для вас подготовила. Давайте проверим ответы трех задач. Поздравляю всех, кто не допустил ошибки при решении этих составных задач. Всем-всем желаю успехов в школе, хороших и отличных отметок. Жду вас снова на своем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин